МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа Кошачий алфавит. Любовь людей к своим питомцам бывает поистине безграничной. Иногда кошка может стать ближе и нужнее любого человека на свете. История знает множество примеров, когда люди настолько очеловечивали своих пушистых любимцев, что оставляли им в наследство целые состояния. Например, в Англии кошка Тинкер, найденная котенком у мусорных баков, после смерти хозяйки стала владелицей дома в Лондоне. Также, согласно завещанию, ей полагался пожизненный царский уход. А вот персидские кошки Фредди Меркьюри получили в наследство от хозяина деньги, картины и дом, где они должны жить до самой своей смерти. Не знаю, насколько это разумно, оставлять кошкам миллионы. Но, с другой стороны, это ведь тоже своего рода проявление любви. А в любви животные нуждаются больше всего на свете. Сегодня мы поведем речь о породе кошек, на которых невозможно смотреть без умиления. Настолько они хорошенькие и забавные. Давайте же поскорее начнем это приятное знакомство. Скоттиш-фолды и скоттиш-страйты. Кто они и чем отличаются? Во всем ли похожи на британцев их ближайшие родственники – шотландцы? Решаем национальный вопрос. Откуда берутся котята с висячими ушками? Постигаем секреты генетики сегодня в программе «Кошачий алфавит». По некоторым сведениям, первый котенок с висячими ушками родился в Поднебесной еще в XIX веке. Но китайцев веслоухий малыш особо не заинтересовал. В 1961 году на одной из ферм Шотландии в помете обычной кошки вновь появился белый котенок, обладавший этой уникальной особенностью. Кошечку назвали Сьюзи. Именно она стала родоначальницей новой породы. Ее дочку по кличке Снукс подарили пастуху Вильяму Россу и его жене Мэри. Вскоре Снукс родила котят от британского короткошерстного кота. Нескольких малышей Мэри отдала селекционерам. Формирование новой породы продолжили в США. Для этого использовали британских и американских короткошерстных. В конце 60-х годов была предпринята попытка зарегистрировать шотландских веслоухих в одном из обществ любителей кошек. К сожалению, она не увенчалась успехом. А все потому, что в ту пору существовало мнение, что у кошек с висячими ушами могут быть проблемы со слухом. Однако со временем выяснилось, что опасения эти были напрасными. И в 1994 году породу признали американские ассоциации любителей кошек. Шотландская веслоухая кошка средних размеров. Туловище у нее компактное, крепкое. Ноги не должны быть как слишком короткими, так и слишком длинными. Лапки аккуратные, округлые. Хвост гибкий, кончик усужается, пропорционален туловищу. Предпочтительно, чтобы он был длинным или хотя бы средней длины. Голова круглая, с развитым подбородком и челюстями. Щеки круглые, подушечки усов ярко выражены. Шея не длинная, сильная. Нос короткий, слегка выпуклый. Профиль мягкий. Уши маленькие, сложены вперед и наклонены вниз. Чем плотнее они сложены, тем лучше. Это подчеркивает округлость головы. Глаза большие, круглые, широко раскрыты. Цвет глаз соответствует окрасу шерсти. Палитра окрасов у шотландской веслоухой невероятно богатая. Природа матушка может наградить таких котят любой шубкой, хоть рыжей в крапинку. И все же самые распространенные окрасы – голубой, лиловый. Словом, те, что характерны для британцев. Но не менее красивые животные и с другим цветом шубки. Первая кошка в доме появилась у нас черепаховая дымная бекалорка. Этот окрас еще называется калико или лоскутная черепаха. Потому что можно посмотреть визуально, как будто она из лоскутков. Эта кошечка достаточно редкого окраса. Котята такого окраса рождаются тоже довольно редко. И от этой кошечки можно получить котят огромных, разнообразных окрасов. Вот на руках у меня кошечка черно-белый бекалор с правильным расположением белого. Вот, на первый взгляд. Вань, Ваня, Вань. Ой, сексуальный маньяк. Опа, она меня кусает теперь. А вы думаете, я ее держу? Это он ее держит. Ваня. Ну вот и показали окрас. Но больше всего вопросов у людей вызывает, конечно, не цвет шубки будущего питомца, а его загнутые ушки. Как они становятся такими? Не вредит ли это кошке? Нормально ли? И так обо всем по порядку. Котята шотландской веслоухой или скотишфолда, как еще называют эту породу, рождаются с прямыми ушами. Все без исключения. В разведении данной породы участвуют два животных. Одно из них веслоухое, другое прямоухое. То есть вязать двух веслоухих животных категорически нельзя. И поэтому котята рождаются, во-первых, они сначала рождаются все с одинаковыми ушками, и только с 21 дня уже закладывается складочка, то есть ушка начинает закладываться. И только с 21 дня можно определить, какой котенок будет веслоухий, а какой прямоухий. И скотят с висячими ушками и вырастают скотишфолды. А малыши, чьи ушки так и останутся прямыми, называются скотишстрайтами. Они имеют все признаки шотландской веслоухой, за исключением ушей. Эти кисы в выставках участвовать не смогут, зато из них получаются отличные домашние питомцы. У страйтов такой же спокойный и добрый нрав, как и у веслоухих родственников. А значит, любить они будут вас так же беззаветно. Поскольку загнутые ушки шотландцев – это мутация, пусть и естественная, при разведении могут возникнуть проблемы. Проблема какого характера? Проблема опорно-двигательного аппарата и хвоста. Но изначально, если это грамотное разведение, как правило, все это сводится к нулю. Если приобретается животное у достаточно профессионального заводчика, то этот человек-заводчик курирует на протяжении всей жизни своего питомца, чтобы не было таких вот ошибок по каким-то вот, ну, незнаниям, скажем так. А потому наш вам добрый совет. Не приобретайте животное, а вы где? Только потому, что вам его предложили в два раза дешевле. После походов в ветклинику от сэкономленной суммы может ничего не остаться. Котята шотландской веслоухой растут быстро, но формируются окончательно примерно к трём годам. Как раз животное, ну, с трёх месяцев оно начинает растягиваться и выглядит как гадкий утёнок. То есть у него может быть длинная морда, длинные лапы, длинный корпус, что выглядит не очень симпатично. Ну, месяцем к восьми кошечка формируется и становится красавица. Зачем ты мне грызёшь? Бальца. Вопреки распространённому заблуждению, слышат кошки с висячими ушками ничуть не хуже, чем их прямоухие собратья. Шотландские веслоухие различаются не только окрасом, но и длиной шерсти. Существуют короткошёрстные и длинношёрстные скоттиш-фолды. Какой бы длины ни была шёрстка у вашего скоттиша, вы удивитесь тому, насколько она приятна на ощупь. Что короткошёрстные, то и полудлинношёрстные не требуют огромного ухода. То есть короткошёрстные животные с хорошей набивной, набивным подшёрстком, что создаёт видимости плюшевого мутончика. Длинношёрстные животные с мягкой шелковистой шерстью, которая не склонна к образованию колтунов. Как ни странно, но качество шерсти зависит ещё и от её окраса. Колтунов у них нет. У них плюшевая шёлковая шерсть, плотно набитая, ну, естественно, в зависимости от окраса. А окрасы с более сложной экзотической окраской, допустим, шоколадные, да, чёрные, белые, они, конечно, менее плюшевые, но всё равно они плюшевые, в отличие от обычных животных. Цвет глаз у скоттишфолдов должен соответствовать окрасу. У однотонных животных – чёрных, голубых, шоколадных и лиловых – глазки оранжевые, у коллорпойнтовых могут быть голубыми. Характер шотландской веслоухой порадует людей уравновешенных, ценящих покой и гармонию. Кошки спокойные, очень хорошо расположены к людям, могут прекрасно уживаться как в многочисленных семьях, так и прекрасно уживаются с одинокими людьми и прекрасно себя чувствуют. Они хорошо уживаются с другими животными, животные абсолютно не агрессивные, очень хорошо расположены к детям. КОНЕЦ 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 Разумеется, ничто кошачьим шотландцам не чуждо. И поиграть, и поохотиться тоже иногда хочется. В молодом возрасте эти кошки довольно подвижны. Если в вашем доме их несколько, без весёлых игр никак не обойдётся. КОНЕЦ Особенно они любят ручки и карандаши, которые нельзя ставить на столе. Это будет взято в зубки и унесено играть туда, куда надо. Но, естественно, сейчас очень много игрушек продаётся в магазинах, которые уже набиты кошачьей мятой и очень привлекают кошек и котят. Они с удовольствием играют, всякие звенящие игрушки, пушистые игрушки. Конечно, играть мы любим. Но чем старше становится Скоттиш Фолт, тем более размеренный образ жизни он ведёт. Он не станет лазать по занавескам или карабкаться на стену, а будет возлежать с важным видом, снисходительно поглядывая вокруг и украшая собою ваш дом. Шотландцев хлебом не корми, дай поваляться на какой-нибудь лежаночке, на худой конец диване. Но всем прочим лежанкам и подушкам он предпочтёт ваши колени. Уж очень любят Скоттише посидеть с хозяином, всячески выказывая ему свою любовь. Ну вообще мои кошки, именно вот от моего кота, они все лизуны. То есть облизывают, как собачки. Не знаю, как у других, но вот лично мной замечено, что дети от моего котика, они очень ласковые и очень любят полизать. Руки, ноги, лицо. Есть у меня одна кошка, которая по ночам спать не даёт, она залезает и начинает лизать глаза. Отличается шотландская веслоухая необыкновенной ласковостью, расположением ко всем, кто её окружает, будь то животные или люди. Я у себя не замечала, чтобы у меня было какое-то разделение. У меня кошки относятся ко всем членам семьи очень доброжелательно, потому что они очень ласковые, контактные, и общение, лишнее общение с людьми для них доставляет только удовольствие. Причём вновь приходящие люди, чужие, абсолютно посторонние, они также прекрасно относятся к ним, играются, ласкаются, то есть нету какого-то разграничения, я бы не сказала. Если вам нравится британская короткошёрстная, но вас не совсем устраивает её независимость, шотландская веслоухая будет отличной альтернативой. Она более ласково, контактна и похожа на британцев по экстерьеру, если не считать, разумеется, милейших висячих ушек визитной карточке Скоттишфолда. Первый вопрос, возникающий у того, кто не прочь завести веслоухого котёнка, как ухаживать за ушами? Ведь наверняка эти необычные ушки требуют какого-то особого ухода, как минимум более тщательного. Строение этого уха и ухода особенного не требует. Естественно, как и всем обычным животным, мы моем ушки, протираем, а кого-то, на шерстных, что короткошерстных скоттишей, необходимо вычесывать специальной щеткой, с загнутыми металлическими зубчиками. В период линьки Кошачьи прибамбасы сделают из вашей и без того писаной красавицы настоящую королеву подиума. И витаминов, поэтому сбалансированный профессиональный сухой корм, это как бы, помимо того, что это очень удобно, но это еще и... Силы и время. Питание, уход, внимание, во всем этом ваша кошечка нуждается ежедневно. Но зато каждый раз, взглянув в глаза вашей веслоухой красавицы, вы будете видеть там любовь и нежность. Законодательства разных стран в отношении содержания животных сильно отличаются друг от друга. Например, в Саудовской Аравии запрещено продавать кошек и собак. И знаете почему? Власти очень пекутся о нравах молодежи. Законы, касающиеся соблюдения общественной морали, в Саудовской Аравии настолько строгие, что молодым людям практически невозможно познакомиться с девушкой на улице. Вот они и придумали выгуливать своих очаровательных питомцев в местах, где можно повстречать привлекательных особ противоположного пола. Ну а какая девушка не обратит внимание на прелестную кошечку? Само собой, слово за слово завязывается знакомство. При этом никто не чувствует себя задетым, а девушки не обижаются, что к ним пристают средь бела дня. К счастью, закон, запрещающий молодым мужчинам приобретать кошек и собак, так и остался действовать лишь на бумаге, потому ничто не мешает молодежи знакомиться и влюбляться. Это была программа «Кошачий алфавит», в которой мы рассказываем все самое интересное о жизни кошек. Всего вам доброго, до свидания. Котенок с висячими ушками родился в Поднебесной еще в 19-м веке. Но китайцев веслоухий малыш особо не заинтересовал. В 1961 году на одной из ферм Шотландии в помете обычной кошки вновь появился белый котенок, обладавший этой уникальной особенностью. Кошечку назвали Сьюзи. Именно она стала родоначальницей новой породы. Ее дочку по кличке Снукс подарили пастуху Вильяму Россу и его жене Мэри. Вскоре Снукс родила котят от британского короткошерстного кота. Нескольких малышей Мэри отдала селекционерам. Формирование новой породы продолжили в США. Для этого использовали британских и американских короткошерстных. В конце 60-х годов была предпринята попытка зарегистрировать шотландских веслоухих в одном из обществ любителей кошек. К сожалению, она не увенчалась успехом. А все потому, что в ту пору существовало мнение, у кошек с висячими ушами могут быть проблемы со слухом. Однако со временем выяснилось, что опасения эти были напрасными. И в 1994 году породу признали американские ассоциации любителей кошек. шотландская веслоухая кошка средних размеров. Туловище у нее компактное, крепкое. Ноги не должны быть как слишком короткими, так и слишком длинными. Лапки аккуратные, округлые. Хвост гибкий, кончик усужается, пропорционален туловищу. Предпочтительно, чтобы он был длинным или хотя бы средней длины. Голова круглая, с развитым подбородком и челюстями. Щеки круглые, подушечки усов ярко выражены. Шея не длинная, сильная. Нос короткий, слегка выпуклый. Профиль мягкий. Уши маленькие, сложены вперед и наклонены вниз. Чем плотнее они сложены, тем лучше. Это подчеркивает округлость головы. Глаза большие, круглые, широко раскрыты. Цвет глаз соответствует окрасу шерсти. Палитра окрасов у шотландской веслоухой невероятно богатая. Природа матушка может наградить таких котят любой шубкой, хоть рыжий в крапинку. И все же самые распространенные окрасы голубой, лиловый, словом, те, что характерны для британцев. Но не менее красивые животные и с другим цветом шубки. Первая кошка в доме появилась у нас черепаховая, дымная, бекалорка. Этот окрас еще называется калико или лоскутная черепаха. Потому что можно посмотреть визуально, как будто она из лоскутков. Эта кошечка достаточно редкого окраса. Котята такого окраса рождаются тоже довольно редко. И от этой кошечки можно получить котят огромных, разнообразных окрасов. Вот на руках у меня кошечка черно-белый бекалор с правильным расположением белого. Вот, на первый взгляд. Вань! Ваня! Вань! Проблемы! Проблема какого характера? Проблема опорно-двигательного аппарата и хвоста. Но изначально, если это грамотное разведение, как правило, все это сводится к нулю. Если приобретается животное у достаточно профессионального заводчика, то этот человек-заводчик курирует на протяжении всей жизни своего питомца, чтобы не было таких вот ошибок по каким-то вот ну, незнаниям, скажем так. А потому наш вам добрый совет. Не приобретайте животное а вы где только потому, что вам его предложили в два раза дешевле. После походов в ветклинику от сэкономленной суммы может ничего не остаться. Котята шотландской веслоухой растут быстро, но формируются окончательно примерно к трем годам. Как раз животное с трех месяцев оно начинает растягиваться и выглядит как гадкий утенок. То есть у него может быть длинная морда, длинные лапы, длинный корпус, что выглядит не очень симпатично. Ну, месяцем к восьми кошечка формируется и становится красавица. Зачем ты мне грызешь пальца? Вопреки распространенному заблуждению слышат кошки с висячими ушками ничуть не хуже, чем их прямоухие собратья. Шотландские веслоухие различаются не только окрасом, но и длиной шерсти. Существуют короткошерстные и длинношерстные скоттиш-фолды. Какой бы длины ни была шерстка у вашего скоттиша, вы удивитесь тому, насколько она приятна на ощупь. Ой, сексуальный маньяк. Опа, она меня кусает теперь. А вы думаете, я ее держу? Это он ее держит. Ваня! Ну вот и показали окрас. Но больше всего вопросов у людей вызывает, конечно, не цвет шубки будущего питомца, а его загнутые ушки. Как они становятся такими? Не вредит ли это кошке? Нормально ли? И так обо всем по порядку. Котята шотландской веслоухой или скоттиш-фолда, как еще называют эту породу, рождаются с прямыми ушами. Все без исключения. В разведении данной породы участвуют два животных. Одно из них веслоухое, другое прямоухое. То есть вязать двух веслоухих животных категорически нельзя. И поэтому котята рождаются, во-первых, они сначала рождаются все с одинаковыми ушками, и только с 21 дня уже можно закладываться складочка, то есть ушка начинает закладываться. И только с 21 дня можно определить, какой котенок будет веслоухий, а какой прямоухий. И скотят с висячими ушками и вырастают скоттиш-фолды. А малыши, чьи ушки так и останутся прямыми, называются скоттиш-страйтами. Они имеют все признаки шотландской веслоухой, за исключением ушей. Эти кисы в выставках участвовать не смогут, зато из них получаются отличные домашние питомцы. У страйтов такой же спокойный и добрый нрав, как и у веслоухих родственников. А значит, любить они будут вас так же беззаветно. Поскольку загнутые ушки шотландцев это мутация, пусть и естественная, при разведении могут возникнуть КОШАЧЬЙ АЛФАВИТЕЛЬНЫЙ ПИТОМЦЕМ Здравствуйте! Это программа Кошачий алфавит. Любовь людей к своим питомцам бывает поистине безграничной. Иногда кошка может стать ближе и нужнее любого человека на свете. История знает множество примеров, когда люди настолько очеловечивали своих пушистых любимцев, что оставляли им в наследство целые состояния. Например, в Англии кошка Тинкер, найденная котенком у мусорных баков, после смерти хозяйки стала владелицей дома в Лондоне. Также, согласно завещанию, ей полагался пожизненный царский уход. А вот персидские кошки Фредди Меркьюри получили в наследство от хозяина деньги, картины и дом, где они должны жить до самой своей смерти. Не знаю, насколько это разумно оставлять кошкам миллионы. Но, с другой стороны, это ведь тоже своего рода проявление любви. А в любви животные нуждаются больше всего на свете. Сегодня мы поведем речь о породе кошек, на которых невозможно смотреть без умиления. Настолько они хорошенькие и забавные. Давайте же поскорее начнем это приятное знакомство. Скоттишфолды и Скоттишстрайты. Кто они и чем отличаются? Во всем ли похожи на британцев их ближайшие родственники – шотландцы? Решаем национальный вопрос. Откуда берутся котята с висячими ушками? Постигаем секреты генетики сегодня в программе «Кошачий алфавит». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова